А вы в курсе, что в Краснодарском крае существует план по повышению рождаемости? Он рассчитан до 2018 года. И надо сказать, этот план успешно реализуется. На Кубани из года в год фиксируют бэби-бумы. Сегодня в регионе рождаемость более чем на 2% выше, чем в среднем по стране. И рождаемость в регионе превышает смертность на 5%. Показатели, конечно, замечательные. И Сочи, кстати, в числе лидеров. Так в прошлом году, в 2015, на свет здесь появилось более 7 тысяч малышей. Как и вы слагаемые такого успеха, попытаемся разобраться сегодня. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые, так или иначе, затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей студии, главный неонатолог города Сочи, заместитель главного врача 9-й городской больницы Наталья Горисюк. Наталья Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что согласились прийти. Ну, по роду своей деятельности вы неонатолог, то есть именно вы занимаетесь новорожденными, которые требуют особого внимания ввиду своего совсем небольшого веса. Много ли таких сегодня младенцев появляется на свет в городе Сочи? Вы затронули цифры статистики. Это очень хорошо, потому что для нашего перинатального центра действительно отрадно, что из года в год мы рожаем на 500 малышей больше. Но среди этих здоровых деток, доношенных, есть и недоношенные малыши. Среднестатистическая цифра — это порядка 5% в год. Среди тех 7 тысяч, которых вы только что сказали, это детки с низкой массой тела. Но сегодня мы говорим о недоношенных детях. Не только дети свыше килограмма, но, учитывая новые критерии живорожденности, которые были введены в 2012 году, в том числе наш перинатальный центр, начал выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Что же это за дети? Это детки, которые родились на свет менее килограмма. И какая самая маленькая цифра была? Если говорить о самой маленькой цифре, я, честно говоря, не очень люблю, и докторов своих стараюсь не настраивать никогда именно на рекорды по отношению большего или меньшего веса. Знаете почему? Потому что иногда и большой, доношенный ребенок может родиться слабым и больным. И в то же время ребенок с низкой массой тела при хорошей активной реабилитации в условиях нашего отделения, а затем в педиатрической службе, вырастает здоровым, полноценным человеком. Но если говорить все-таки о статистике, о самой низкой массе тела, среди ребятишек, которым мы помогали, и помогаем, и наблюдаем за ними сегодня, это 510 краммов. Ничего себе, да, совсем кроха. Как часто рождаются такие малыши? Ежемесячно мы фиксируем порядка двух-трех малышей, которые родились с очень низкой массой тела. Вообще, мне сегодня хотелось бы развеять ряд мифов касаемо выхаживания недоношенных детей. И те грандиозные преобразования, которые произошли в службе педиатрической, и в первую очередь в неонатологии последние 15 лет, последние 5 лет — это просто рекордные преобразования, они коснулись и нашего перинатального центра. Тут ряд составляющих, таких слагаемых, без которых, казалось бы, ничего бы не произошло. Нас надо было оснастить. Надо было дать такое оборудование, которое позволило бы выхаживать этих маловесных детей, продлить те условия внутриутробного пребывания, а это инкубаторы для выхаживания детей с низкой массой тела, реанимационные системы, индивидуальные родзалы, транспортные инкубаторы. Ребенка от мамы к месту его дальнейшего пребывания надо корректно доставить, доставить при этом, не прерывая ту цепь реанимационной помощи, которую начата с первых секунд жизни. Но это одна составляющая. А дальше медикаменты. И те медикаменты, которые мы имеем сегодня для оказания помощи этим детям, они действительно очень дорогостоящие. Но никакие средства не сравнимы с тем, что дает это на будущее новорожденному ребенку. Какие профилактические этапы нам удается соблюсти, вводя этот волшебный препарат Курасурф, он у многих уже на устах, на слуху о нем знают, он препятствует слипчивости, спадению легочной ткани у маловесного малыша. Но не только этот препарат. В арсенале неонатологов на самом деле есть все необходимое для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность новорожденного недоношенного ребенка в том состоянии, которое позволит выходить его и перевести его из разряда реанимационной помощи в состояние реабилитации. Ну а как давно появилось это оборудование, и как давно мы используем эти замечательные все препараты и средства? Мы говорили с вами о том, что 2012 год явился таким рубежом. Но что мы до этого не выхаживали недоношенных детей? Выхаживали. 93-й год, казалось бы, 20-й век. 93-й год — это тот первый стартовый этап, когда мы действительно получили одни из первых критериев и начали выхаживать детей с низкой массой тела. Но после 2000-го года действительно те семимильные шаги, про которые я только что говорила, то оборудование, которое мы получали и в рамках программы здоровья, и в рамках программы модернизации, и в рамках получения средств по родовому сертификату, конечно, позволило создать то, что сегодня имеет наша служба, наш перинатальный центр, и иметь те результаты, практические, которые мы имеем на сегодня. Но хочу сказать, что экстремалов рождаются, детей с экстремальной низкой массой тела, среди всех недоношенных детей, рождается порядка 20%. Многие говорят, что наверняка часть этих ребятишек на перспективу больны, и часть из них инвалидизированы. Стоит ли выхаживать таких детей? Стоит. И не просто стоит, а сегодня с каждым днем технологии столь меняются, что из 10 детишек с низкой, экстремальной низкой массой тела, только два младенца могут иметь определенную степень инвалидизации. Ну, это условно два, это может быть и три, но где-то порядка двух малышей рождаются и как бы имеет к году признаки, которые позволяют назвать его ребенком-инвалидом. Но что такое инвалидность? Если у ребенка проблемы со зрением, со зрением, и он инвалид. Это одна ситуация. Но он имеет право на жизнь, он имеет право на счастливое будущее, он полноценный человек нашего общества. И затрагивать вопрос, и рассуждать, и обсуждать целесообразность выхаживания этих детей, на мой взгляд, сегодня совершенно неправомочно. Но все-таки какой вот сегодня портрет среднестатистического младенца, который рождается в Сочи? Сейчас дети более здоровые рождаются, или, может быть, наоборот, более слабые? Можно такой обрисовать некий портрет? Всегда, во все времена дети рождаются одинаковые. О чем я хочу сказать? Ведь раньше, это порядка 15-20 лет назад, были категории мам, которым было просто прописано противопоказания для вынашивания беременности. Сегодня категории женщин, которым позволено вынашивать беременность, методы, которые позволяют родить младенца расширенные. И поэтому, конечно, есть детки, которые требуют особого подхода, особых условий для наблюдения за ними. И в этой категории женщин, конечно, есть дети и ослабленные. Поэтому говорить о том, что сегодня рождаются все дети идеально здоровыми, было бы, наверное, нечестно и неправильно. Поэтому единственное, что все дети рождаются необыкновенные, красивые, любимые своими родителями. И если даже у них есть какие-то проблемы, я всех родителей призываю и обращаюсь ко всем, что все эти проблемы на самом деле решаемы. Тем более, если этот ребенок родился в доброй, дружной, теплой семье. Это, наверное, самое главное. Это правда. Ну а портрет мамочек, каков он? Решаются родить первого ребенка сегодня? Раньше, позже? Насколько сегодня возрастная мама, которая рожает первого ребенка? Кто к вам приходит? На моей памяти это самая возрастная мама. Ей было 53 года. Сегодня тенденция к тому, что женщины рожают старше 40 лет, действительно имеет место. Причем это третьи и четвертые роды. Никто уже не задумывается о том, что это сложно финансово или физически. Наши мамы старше 35 лет это для нас вообще не новинка, не диковинка. Это среднестатистический контингент наших мам. Знаете, что меня радует в последний год значительно сократилось число мам, которые рожают деток моложе 17 лет. Это на самом деле так. Это радует. Значит, это большая работа педагогов, это работа психологов, ну и, конечно, медиков. А много ли женщин, которые решаются стать многодетными мамами, рожают больше трех детей? Да, на самом деле так. Сегодня в нашем городе это очень радует. Мамы трех, четырех деток. Есть такие мамы. И причем это не случайные детки, есть такой термин. Это планированная беременность, это сознательные роды, это счастливая семья. И мы знаем таких мам. И учитывая, что сегодня мы работаем не просто в перинатальном центре, а в объединении большой больницы номер 9, мы наблюдаем, отслеживаем состояние этих ребятишек и в амбулаторном звене. И мы видим, сколько состоявшиеся семьи, где действительно растут не один малыш, а и два, и три, и более. Ну да, есть даже семьи, в которых и по 9 детей, всем известные, например, семья Быстровых, они родили уже 9-го ребенка. То есть вы хорошо знакомы с этой женщиной? Совершенно верно. Принимали их в стенах перинатального центра? Но на самом деле, вот тот мой термин, который я использовала, что это не случайная ситуация, а запланированная, это на самом деле так. Это детки, которые рождаются в большом счастье и окружены заботой и вниманием своих родителей. И сейчас я предлагаю обратиться к данным сайта губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева и его адрес vkondrativ.ru. Здесь в разделе «Задачи», который перед своей командой ставит глава региона, список по отраслям. В разделе «Медицины» – это доступность медицины для селян, строительство офисов врачей общей практики, развитие краевых больниц, обеспечение медучреждений кадрами. И еще одна задача – это реализация системы мер по снижению смертности и повышению продолжительности жизни. Но вообще за последние годы в крае полностью изменилась система здравоохранения, и естественным результатом преобразования в медицине стало, конечно, увеличение средней продолжительности жизни. Если в 2000 году она составляла 67 лет, то по данным на 2015 год уже более 72,5 лет. То есть это на два года больше, чем в среднем по России. Растет и рождаемость. В 2000 году появилось на свет 45 тысяч детей, а в 2015 году уже более 74 тысяч малышей. Таким образом, в крае рождаемость превышает смертность на 5%. Ну и еще такой вопрос. Сейчас в помощь мамы множество технических, фармацевтических, пищевых новинок различных. Что из новшеств вы как врач могли бы порекомендовать, а что, может быть, напротив лучше сегодня не использовать? Потому что рынок буквально переполнен, аптеки тоже завалены разными препаратами. Что можно, что нельзя по-вашему? Да, замечательный вопрос. Потому что порой к нам в роддом приходит у них в сумке уже набор каких-то препаратов, бутылочек, порой даже смесь адаптированная, лекарственные формы, я не буду их называть. И в этот момент начинаем рассказывать о том, что такое пограничное состояние, что ваш ребенок и состояние, в котором он сейчас пребывает, не требует лечения. До месяца ребенок переживает именно пограничное состояние, которое является вариантом нормы. И даже те самые пресловутые колики, которые пытаются лечить рядом средств, только на благо фармацевтическим компаниям. Абсолютно. Я призываю всех мам, просто призываю, как неонатолог, как специалист, который многие годы помогает новорожденным деткам, знает об этих состояниях. И не в теории, а на практике, и на практике собственного опыта воспитания своих детей и внуков сегодня, понимает, что в первую очередь, давая своему ребенку какой-то препарат, который вам уже порекомендовали в аптеке, тысячу раз подумайте, это лекарство. Это не просто капельки, которые в рекламе рассказали, что он поможет спать вашему малышу. Это лекарственная форма. Мы, перинатальный центр, больницы доброжелательны к ребенку. Это звание, которое мы подтверждаем уже на протяжении 12 лет, которое присвоено нам Всемирной организацией здравоохранения. Мы пропагандируем грудное вскармливание. И есть действительно ряд компаний, которые изобрели ряд средств, которые помогают, способствуют грудному вскармливанию. Для того, чтобы избежать каких-то рекламных сейчас пожеланий, я не буду озвучивать их вслух, приходите на нашу школу. Школу мы проводим первую субботу каждого месяца в перинатальном центре. Мы рассказываем, как школа мам. Причем, даже если уж коснулись этого вопроса, это не просто школа мам. Это семейная школа. Потому что на эту школу приходят мамы, бабушки, папы будущие, чему мы очень рады. Школа существует уже более 15 лет. И вот там мы и рассказываем, как сделать так, чтобы грудное вскармливание состоялось. Как сделать так, чтобы избежать вот этих лекарственных форм, которые вы с порога, не успев прийти домой, пытаетесь предлагать своему ребенку. Еще раз подчеркиваю. Помните, что то, что происходит с ним в периоде новорожденности, в течение месяца, зачастую является вариантом нормы. Посоветуйтесь с участковым педиатром. Но я и к педиатрам призываю, будьте вдумчивыми, отзывчивыми. Не назначайте никаких форм на всякий случай. На сегодня так оно и есть. Каждый специалист тысячу раз подумает перед тем, как прописать какое-то лекарство. Но и мамы тоже, и бабушки. Не торопитесь. В роддом иногда приходят с лактагонными чаями. Цель для того, чтобы усилить прилив. А нужно ли это сейчас ребенку? Никто об этом не задумывается. То есть обязательно нужно обращаться к врачу, к специалисту, совет единый для всех пациентов. И для маленьких, и для больших. Да. Вы знаете, когда мы с вами говорили о том, какие реформы и преобразования происходили в неонатологии, мне хочется обязательно коснуться одного момента. Говорить об оборудовании, лекарственном обеспечении нужно много. Но ничто невозможно без физического лица, без человеческого фактора, без того профессионального уровня, с которым сегодня работают наши специалисты. Акушеры, гинекологи, неонатологи. Только вместе, только сообщая и понимая концепцию преждевременных родов, мы действительно сумели добиться таких результатов. Сегодня, перед тем, как решить вопрос о родоразрешении женщины с низкой массой тела, при ожидании ребенка с низкой массой тела, мы собираем перинатальный консилиум. Что это такое? То есть в обсуждении вопроса о способах, сроках родоразрешения принимает участие не только врач-акушер, гинеколог, но и неонатолог. Потому что он должен прогнозируемо, на шажок вперед, понимать, кого он встретит, какую помощь он должен оказать. И сегодня наши неонатологи обучаются на центральных базах, на краевых базах, обучаются на симуляционных циклах и учатся каждый день в условиях нашего стационара, как оказывать помощь новорожденному ребенку. Потому что очень важен первый золотой час. Упустил какой-то час, упустил какие-то считанные минуты по оказанию неотложной помощи, ребенок может пострадать. И произойдет неизбежно та ситуация, которая может привести к катастрофе. И вот наши специалисты обучаются этому, и это тоже одна из основных составляющих успехов. И знаете, что еще огромная составляющая успеха? У нас на реанимации, в отделении, в нашем перинатальном центре, в выхаживании наших деток принимает счастье мама. Она приходит к малышу, она приносит ему волшебное молозиво. То есть это то молоко, которое помогает ему выжить. Это тот ресурс защитных антител, иммуноглобулинов, который помогает ему созреть. И она находится с малышом, мы разрешаем ей какие-то выполнить манипуляции. Помыв руки, она трогает его, она общается с ним. То есть это контакт очень важен, тактильный в первые дни. Очень важен контакт. Вот это все входит в термин развивающий уход за младенцем. Конечно, стоит оборудование, но не умеем работать, и ребенка не выходить. Или наоборот, нет оборудования, есть лекарства, поэтому только совокупность. Только комплекс мер. Да, и папы. И мы и папу привлекаем. То есть приходит папа и говорит, у нас ветродом закрыт для посещения родственников. Ну, в этом есть определенная целесообразность. Обсудим ее позже. А когда рождается маловесный ребенок или ребенок попадает в отделение интенсивной терапии либо в отделение реанимации, мы приглашаем папу. Ну, вы очень много рассказали об оборудовании, медикаментозном обеспечении, и коллектив подобрался замечательный высоких профессионалов. Но, тем не менее, многие женщины почему-то стремятся уехать в Москву, куда-то родить, в Краснодар. Давайте все-таки призовем наших телезрительниц и еще раз расскажем о том, что центр наш перинатальный в Сочинске ничуть не хуже, чем краевой или столичный. Ну, я еще раз хочу сказать, те показатели, а ведь работа каждого лечебного учреждения, она основывается на определенных показателях статистических. Так вот, показатели, которые сегодня имеет наш перинатальный центр, они на уровне российских и краевых. И более того, я бы сегодня хотела все-таки подчеркнуть, что уже не наши мамы уезжают в столичные и краевые перинатальные центры, учитывая особую территориальную значимость нашего города, наоборот, приезжают к нам. Они приезжают отдыхать и остаются, и рожают у нас. Уезжая потом к себе, они дружат с нами, они вспоминают о том, что все сложилось хорошо. И мы, на самом деле, имея трехуровневую систему здравоохранения, ну, несколько слов о ней, мы являемся лечебным учреждением второго уровня, и отправляем в краевой перинатальный центр только тех мам, будущих мам, когда требуется неотложная экстренная хирургическая кардиопомощь. Ну, это понятно, что нет необходимости создавать отдельно на территории города Сочи большой кардиоцентр. Все остальные возможности в нашем педиатрическом стационаре, акушерском стационаре есть. Я имею в виду полный аспект помощи, в помощи, которая необходима будущему младенцу. Если женщина рождала здоровых деток, эта беременность протекает гладко и благополучно, она может родить и в родильном доме первого уровня, где нет такого оснащенного реанимационного блока, как это есть в нашем перинатальном центре. В иной ситуации все-таки я бы рекомендовала это делать в рамках более оснащенного. первого перинатального центра. И на самом деле, я думаю, что даже особо призывать не следует, а наши мамы сегодняшние уже знают, что в нашем перинатальном центре вас ждут, окажут высококвалифицированную, профессиональную помощь, встретят теплом, заботой и вниманием. И я бы хотела предостеречь тех мам, которые по какой-то причине приняли для себя выбор, винуя лечебное учреждение, перинатальный центр, рожать дома. Это чревато последствиями и для матери, и для младенца. Делать этого нельзя категорически, потому что та боль и то горе, с которым может столкнуться эта семья, попав в ту ситуацию, когда не будет спасен младенец или погибнет от акушерских осложнений женщина, на чаши весов перебарывает всяческие новомодные какие-то внутренние амбиции, которые приходят в голову этих людей. Поэтому я бы предостерегла не просто, а настойчиво. И я бы сказала, даже призвала окружающих, родных, близких, если кто-то знает о подобных ситуациях, постараться всячески воздействовать и не допускать подобного. Потому что на самом деле есть поговорка береженого, Бог бережет. И рисковать вы не вправе, просто не вправе жизнью и судьбой своего младенца. Ну очень здорово, что вы затронули эту тему. Ну и в начале программы я озвучила цифру, что в прошлом году в Сочи более 7 тысяч малышей появились на свет. Каковы тенденции, как вам кажется, этого года? Побьют ли наши женщины, замечательные сочинки, рекорды в этом году? Есть какие-то уже перспективы? Ну давайте, не будем загадывать. Единственное, о чем бы мне хотелось сказать и подчеркнуть, из года в год, подводя анализ рождаемости, мы видим, что плюс 500 младенцев ежегодно рождаются в нашем перинатальном центре. Я надеюсь, что к концу 16-го года еще плюс 500 здоровых крепких малышей родится тому количеству, которое родилось в 15-м году. У нас все есть условия для этого в нашем перинатальном центре. И самое главное, я думаю, что настроение наших мам, наших семей на создание крепкого очага, в котором не может быть только муж и жена, а там должен быть обязательно человечек, радующий своих родителей. Я думаю, что плюс еще 500 малышей родится в нашем году к тому количеству, которое вы только что озвучили. Ну, будем верить и ждать. Да. Спасибо вам большое, что согласились сегодня к нам прийти. Получился, мне кажется, очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была главный неанатолог города Сочи, заместитель главного врача 9-й городской больницы Наталья Горисюк. Спасибо большое. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok